Всем чао-чао! Это моё счастливое видео про распаковку нового iPad, который я вчера получила, и самого ради чего, наверное, iPad и замышлялся — это Pencil. Это всё iPad. И я расскажу вам, поделюсь радостью, буду распаковывать всё вам, показывать, а также поделюсь предостережением насчёт покупок дорогостоящих в маркетплейсах. Дело в том, что всё это купила на Мегамаркете. Первый раз я воспользовалась этим сервисом на Мегамаркете. Почему? Потому что у меня были бонусы «спасибо» и разговаривая со студентами, вся со студентами что-нибудь обсуждаю, потому что они продвинутые в технологиях, и у них можно всё узнать. Мой старый iPad, ему 13 лет, 11 лет, в тринадцатом году я его покупала. Он выглядит вот уже таким образом. В принципе, у меня к нему никаких нареканий не было, вот без Touch ID. Тут у меня ещё хорёк, видите, мой, который был ещё до Коли, установлен на заставке. Был у меня iPad первый без камеры, и вот в тринадцатом году я купила себе iPad вот такой. Здесь у меня нет никакого интернета, у меня дома нет Wi-Fi. По старости можете оценить иконку Инстаграма. В принципе, здесь я только пользовалась словарём Даникелли и книги. Книги, iBooks — это учебники у меня по итальянскому, и фотографии опять же учебников. Этим iPad я пользовалась в основном на выходе из дома, потому что дома все учебники у меня присутствуют. Я предпочитаю использовать живые книги, то есть на своих занятиях, которые веду из дома, я пользуюсь обычными книгами. iPad я пользовалась в основном в университете, также на своих индивидуальных занятиях, на которые выезжала из дома. Но всё идёт, всё меняется, и iPad начал очень быстро разряжаться, то есть на день в университете мне его не хватало. Я брала с собой зарядку, он вообще непредсказуемо разряжался. Но если дома ещё можно как-то обойтись этим, да, то есть что-то там подключить его на зарядку, то это стало, конечно, невозможно выносить его куда-то в люди. Он у меня поцарапался, никогда не был обёрнут в какую-то такую дополнительную плёнку, только вот сверху была такая штука. И новые технологии есть. Я, опять же, наблюдаю у ребят. Один раз увидела ещё и Apple Pencil в отделе и сразу в него влюбилась. Думаю, ну это, наверное, знак, чтобы обновить свою технику. Тем более, это мне всё нужно для работы, а это ещё и для удовольствия, но для работы тоже, потому что я представляю, что очень будет мне удобно открывать. Открывать, говорю, очень мне будет неудобно исправлять, например, работы, если меня кто-то присылает, да, я беру и вот прямо здесь могу что-то подкорректировать. В общем, очень мне понравилось. Почему я выбрала Mega Market, хотя это сервис Сбербанка, да, вот Marketplace Сбербанка, потому что у меня были накоплены бонусы спасибо. И ребята, мне студенты говорят, так, если у вас есть бонусы спасибо, вы можете бонусами что-то и расплатиться, да, какую-то часть покупки оплатить. Действительно, это мне очень понравилось. И на самом деле, вот этот вот карандаш Pencil я заказала, он стоил 14500, и я за него заплатила всего 145 рублей. 145 рублей, что 99% бонусов у меня списались, то есть вот реально у них за кое-что можно списать. То есть мне вот этот Pencil, он мне достался за 145 рублей. Но с iPad, с iPad, открывается с iPad, у меня, конечно, дело не заложилось, не пошло сразу, потому что я заказала сначала iPad Pro, если вы помните, я еще спрашивала у вас, что мне лучше iPad Pro или iPad Air. Я заказала iPad Pro, сначала не послушав отзывы, и потом мне все начали писать, что если я пользуюсь только для, в таком, да, в таком духе, типа как учебником, все-все-все, мне подойдет лучше Air, чем Pro. Но на самом деле Pro еще 200 граммов тяжелее, то есть таскать его с собой. Укрыла вот ее. Еще и с собой таскать, я уже думаю, боже мой, может быть мне лучше Air заказать. Я уже пожалела о том, что заказала iPad Pro. Я заказала его за 92 тысячи, у меня они тут же с карточки списались. И, в общем, я думаю, что же делать, что же делать. И в понедельник, это было воскресенье, в понедельник, я с такими еще схемами обмана не сталкивалась, мне написала девушка в WhatsApp, вот был кружочек такой мегамаркет, что вот мы, у нас на складе закончился, давайте переоформим на Яндекс Маркете. Я делаю скриншоты, отправляемые подруге Маше, и она мне говорит, Таня, это что-то очень странное. То есть девушка, вот эта вот, которая со мной связалась, она мне предложила отменить покупку на, отменить покупку в Яндекс Маркете. И я-то удивлена, что положили даже зарядку сюда. Я уже думала, что зарядки вообще здесь не будут. И предложила она мне отказаться, да, отменить заказ, очень красивый какой, отменить заказ в Мегамаркете и переоформить его с Яндекса. В общем, схема мошенничества была такой, что она бы мне скинула ссылку на поддельный сайт Яндекс Маркета, в который бы я зашла, оформила якобы там заказ, и у меня бы снились деньги, отправились с ним. То есть это такая вот, оказывается, схема мошенничества. Но благодаря тому, что я уже не хотела покупать iPad Pro, когда мне написала, что его нету, я думаю, ну это судьба. Я говорю, делайте мне отказ. Сейчас вам покажу, как они отличаются. 11 лет прогресса планшетного в Apple выглядит вот так. Вот видите, был скругленный, такой более квадратненький. Вот, мне кажется, побольше, рамочка у него тоже поуже. Это вот такая достаточно большая рамка. Поэтому, мне кажется, поменьше. Сейчас его включу. И она мне отменила, и ее подвод был к тому, что я закажу, свяжусь с ней, и она мне вышла эту ссылку на заказ. Я уже была рада, что она мне отменила этот заказ. Я переживала, вернут мне деньги или нет. Но Маша говорит, у вас, у тебя пока еще чао с приветом напишет. О, привет, не пишет. И здесь у меня он, кстати, с симкой будет, поэтому я хочу сходить сразу же. А сверху надо поднимать русский. Выбираем. Россия, окей, установка языка. Смотрим. Ну очень мне нравится, конечно, пока что первый раз. его. Пользуюсь им. Оформление. Притяжаем размер текста значков по умолчанию. Давайте продолжить. В общем, я была рада, что она меня отменила заказ. Эти 92 тысячи у меня зависли. Это все произошло в понедельник. Я отменила, да, она мне отменила заказ. Я сразу ее заблокировала. Эту девушку, которая представилась мне менеджером из мегамаркета. Деньги в среду мне пришли. Мне пришли деньги сразу. И все. Пришли они мне сразу. Сразу в среду с утра. То есть поняли, как это все произошло. Она мне его отменила. Мне пришли деньги. И я, так как уже определилась и захотела себе iPad Air, чему очень рада, потому что он очень легкий. Мне кажется, даже легче, чем вот этот вот. Заказала себе его. На 64 гигабайта я искала себе с возможностью сим-карты. Это он тут, наверное, вставляется. Не знаю, наверное, здесь вот. Заказала его. 64 гигабайта. 77 тысяч он стоит. Как раз я еще подожду, пока ко мне Маша приедет и все его настроит. Синхронизирует меня со всеми моими книгами, фотографиями и всем-всем-всем. Конечно, это не так много по гигабайтам памяти, потому что вот на 64 гигабайта стоил он 77 тысяч рублей, а на, допустим, 256 стоил 117 тысяч. То есть разница в 40 тысяч рублей. Но, опять же, как мои студенты мне сказали, можно докупить облако в мегафоне, что оно стоит там 130 рублей в месяц на 200 гигабайт и им пользоваться. Ну, мне кажется, что это самый идеальный вариант. У меня вот этот iPad был 64 гигабайта. На нем у меня 18 тысяч фотографий учебников и еще 12 гигабайт свободного пространства. То есть, в принципе, работает хорошо. Если я докуплю здесь пространство, у меня будет сотовая связь такая, да, через симку интернет, что мне очень нравится. У меня на всех моих, на моем телефоне сотовая. У меня нету Wi-Fi дома, я уже говорила, и у меня весь интернет, он через сим-карту, мобильный интернет. Мне очень нравится, все летает, все очень быстро делается, стоит это недорого. Здесь, я думаю, будет еще дешевле. Поэтому вот такой вот я нашла себе выход из ситуации. Этот iPad папе отправится. У них дома Wi-Fi есть, он там сможет смотреть в более большом формате различные видео на YouTube. Ну и все. Вот такой вот опыт у меня из Мегамаркета. Мегамаркета. Pencil у меня достался за 145 рублей, 99 процентов. Бонусов мне списали за него. И iPad Air, я очень рада, да, что вот так вот все хорошо прошло. В смысле, что меня не обманули. Да, меня не обманули. И iPad все-таки мне достался. Тот, который я хотела, потому что на самом деле Pro, сильно большой для меня, думаю, был бы тяжелый. А этот весит 400 с чем-то граммов. Какую-то тоже к нему оболочечку куплю. Вот на стою, в общем, включается без конца. Настрою его, и будет у меня отличный инструмент. Особенно, конечно, Pencil мне очень сильно нравится. Тем, что я смогу исправлять все, что мне приходит или какие-то пометочки делать, используя карандаш. Для меня как для такого маньячного человека в отношении подписать, что-то там такое поделать, порисовать. Вообще открою для себя новый мир, потому что никогда не пробовала ничего подобного. Видела только, как другие делают какие-то заметки на своих девайсах. Вот такой вот у меня опыт. Не попадайтесь на мошенничество. Сейчас, мне кажется, все это очень сильно обострилось. Все хотят как-то тебя отправить на непонятно какие ссылки, чтобы ты там куда-то вошел, чтобы скачать все пароли. Все это очень страшно. Деньги мне вернулись. Я купила вот iPad себе. Надеюсь, что мне очень понравится он. Спасибо всем, кто мне что-то рекомендовал. Спасибо, что навели мне на iPad Air. Он большой, больше даже, чем мой iPad. И мне предвкушаю, предвкушаю его использование. Мне он в основном будет нужен для, опять же, учебников, для того, чтобы исправлять задания. То есть там установлю свой Telegram. WhatsApp, наверное, можно будет установить. Посмотрим. И буду с ним вот таким образом работать. Надеюсь, что мне поможет более оперативно исправлять домашки. Да, в деле прямо там все писать. Какие-то, может быть, интересные штуки я на нем открою. Вообще не знаю, что сейчас там есть, учитывая, что у меня тут два с половиной приложения. Часы. На камеру только фотографировала книжки. Инстаграм не пользуюсь. Заметками не пользуюсь здесь. Единственное, был Заникеле. Словари хорошие, итальянские. И все. То есть интернетом я тоже здесь никогда не пользовалась, потому что у меня его здесь нет. Просто книги, книги, книги. То есть вот такая вот, типа, моя электронная книга. Был мне iPad. Ну и будет дальше вторую жизнью набретать у родителей. Техника, конечно, у Apple потрясающая. От этого ничего, никаких у меня нареканий нет ни на что. Да, она стоит дорого, но я ни разу не пожалела ни о чем. Вот ты платишь деньги, ты этим пользуешься до конца. Ну вот, в целом вообще ни разу еще не пробовалась. Айфоны у меня разные были. Тоже айфоны великолепные. Я думаю, что там еще синхронизировать как-то можно будет. Какое-то облако, может быть, сделать одно на все. Ну, в общем, рада я, рада, рада. Этот, видите, я покупила новый, а держу все еще свой старый. Иду я в университет. Пока еще без этой всякой новой техники. И без этой новой техники, без этой старой техники, потому что его уже бесполезно из дома выносить. Но такие дела. Так у меня начинается утро. Сва, чао, чао.